Народ, всем морозно-сибирский привет! Сегодня поговорим про особенности национального запуска в зимний период. О том, как запустить автомобиль не просто безопасно, но еще и с высокой долей вероятности. Посмотрите, возможно эти советы кому-то позволят завести свой двигатель в сильные морозы и не уехать на эвакуаторе или на маршрутке. Первым делом нужно понимать, и это очень важно, что все действия делятся до холодов, которые нужно произвести и непосредственно уже в момент холодного запуска. Это важно. И начнем мы с дроссельной заслонки. До наступления холодов очень важно провести диагностику и в случае необходимости промыть дроссельную заслонку. И здесь есть тонкие моменты. У каждого автомобиля есть свои технические особенности, как ее мыть, как разбирать. На этом мы акцентировать внимание не будем. А вот то, что на современных автомобилях электронные дроссельные заслонки после разборки, после мойки требуют обучения сканерам, это факт. Старые автомобили не требуют, а вот современные требуют. Почему это важно? Просто по той причине, что в первые секунды запуска топливо-воздушная смесь должна быть очень четко дозирована. И если дроссель будет пропускать больше или меньше воздуха, чем это необходимо, о каком-то успешном запуске в сильные экстремальные морозы можно даже не мечтать. Поэтому первый момент после мойки дросселя, который нужно перед холодами обязательно делать, особенно на автомобилях, которые подвержены масложору, есть расход масла, она будет грязная. Обязательно сделайте компьютерное обучение. Сброс всех адаптаций, настроек и обучение сканерам. Идем дальше. Далее. Обязательно обратите внимание на свечи зажигания. Понятно, что в большинстве своем сейчас на автомобиле устанавливаются иридиевые свечи, которые частой замены и сезонной тем более не требуют. Но посмотрите, сколько вы на них проехали. Для турбовых автомобилей рекомендую менять иридиевые свечи уже на 50 тысячах километров. Нагрузка на них колоссальная. Поэтому можно ездить и 80 и 100, но электроды изнашиваются очень быстро. В обычных атмосферных горячих двигателях иридиевые свечи рекомендуем менять на 80 тысячах при условии, если вы не хапнули где-то на заправке некачественного бензина. Выкрутите, оцените их состояние. Может быть их необходимо прочистить. На обычных никелевых свечах обязательно проверьте зазор. Ну и соответственно не иридиевые свечи. Интервал замены для уверенного зимнего запуска это максимум 20 тысяч километров. Дальше начинаются нюансы. И пожалуй один из самых главных моментов, которые касаются свечей зажигания. На рынке очень много подделок. Поддельные свечи не выдают той искры, той мощности, чтобы поджечь холодную топливо-воздушную смесь. Очень холодно! Это очень важно, именно оригинальность свечей. Далее, вроде бы банальные и прописные истины. Чистота форсунок. Форсунки это очень важно, потому что холодное топливо очень плохо распыляется. А воспламеняются первые вспышки именно от паров бензина. И если ваши форсунки льют топливо струей, а не распыляют мелкодисперсное вот этим облаком, о каком-то гарантированном запуске не может быть и речи. Поэтому, если у вас непосредственный впрыск, как вот например у меня, и форсунки устанавливаются непосредственно в блок двигателя, и чтобы достать их и помыть, нужно разобрать достаточно много, и никто так не делает. Осенью, пока еще тепло, в августе, в сентябре, заливаете присадку в бак для чистки форсунок именно прямого впрыска. Прямой впрыской эти составы отличаются тем, что содержат полиальфа-амины. Это то вещество, которое при высоких температурах выжигает весь нагар на форсунке. Очень важный момент, на который обращаю ваше внимание. Просто залить вот эти присадки с поя, вот этим вот составом в бак, и потихоньку покатать по пробкам не работает. Просто зря выкинутые деньги, эти составы стоят достаточно дорого. Чтобы эффективно очистить форсунки, камеру сгорания, на автомобилях с прямым впрыском, нужны обороты. Не обязательно высокая скорость, но нужны обороты. В идеале заливаете на бак и едете на трассу, и на обгонах, на обгонах, педаль в кол, педаль в кол, педаль в пол, очень холодно. Чтобы были повышенные температуры. Короткие поездки по 20-30 минут в пробках без оборотов, без нагрузок работать не будет. Если же у вас обычный распределенный впрыск, можно снять топливную рампу, промыть форсунки на стенде и поменять уплотнительные колечки, и все будет нормально. Оценить степень распыла. На пожилых автомобилях форсунки, бывает, уже выходят из строя, и промывка им не помогает. И обратите еще внимание на очень важный момент. Чтобы каждую осень не мыть форсунки, не контролировать распыл, я рекомендую заливать топливо с моющими присадками. Ну, так называемые G-драйвы, ультимейты. То есть эти составы бензинов содержат уже в себе моющие присадки и поддерживают вашу топливную систему, в том числе и форсунки. В нормальном состоянии идет нормальный распыл, и каждый год мыть их не надо. Напоминаю, исключение прямой впрыск. Форсунки прямо в блоке, они будут загрязняться в любом случае. И каждую осень, а я еще и каждую весну перед летом использую составы для прямого впрыска и даю оборотов, чтобы это все промыть. Идем дальше. Обращаю ваше внимание, что зимний запуск должен быть не просто успешным, а самое главное, безопасным. Поэтому рекомендую обратить внимание на пауэстеровые масла людям, которые эксплуатируются в автомобиле вот в таком климате. Температура застывания. Белая канистра минус 43, синяя минус 57, красное пауэстеровое масло минус 63 градуса. Замерзший аккумулятор. Он уже подсел, разряжен. И если масло густеет, обычные гидрокрекинговые рецептуры уже практически теряют свою текучесть в минус 36 градусов. То есть мотор завести можно, но масло будет вот просто как холодец. И замерзшему аккумулятору вот в первые прокруты оборотов коленвала, он тратит очень много энергии, чтобы вот этот холодец сорвать, прокрутить, ну и начать пропихивать систему смазки. Поэтому обращайте внимание на морозоустойчивое масло, которое еще, кстати, очень термостабильно держит разжижение топливом, нагрузки. Ссылочки на продукты, которые используем мы, найдете в описании. Далее. С маслом разобрались. Масло это важно. Кстати, гарантирует еще безопасный запах. Запах. Гарантирует безопасный запуск. У многих стоит автозапуск. И это как палочка-выручалочка для многих автомобилистов, так и инструмент, который может вас подвести, если вы будете пользоваться им неправильно. Случается так, что, допустим, день, два, три вам ездить не нужно. Стоят морозы, но машина нужна. Машина стоит и греется. Обращайте ваше внимание, что передняя часть автомобиля должна быть выше, чем задняя, задняя, чтобы конденсат, который скапливается в выхлопном тракте автомобиля, имел возможность вытекать, чтобы морда автомобиля стояла выше. Если, очень часто вижу, когда автомобиль ставят наоборот, что труба выше, конденсат скапливается. То есть происходит как? Машина греется день, машина греется ночь, заводится, остывает. Заводится, остывает, образуется конденсат. Он застывает там на второй, на третий день. Машина прогрелась, выключилась, и конденсат наглухо закупоривает. Автомобиль завести его потом без отогрева будет невозможно. Обращайте на это ваше внимание. Далее. Вот здесь пойдем. Топливо. Что касается топлива. Заливать. Есть такой миф, который когда-то, когда-то пошел к нам из далекого прошлого, что 92-й октан воспламеняется лучше, чем 95-й, 98-й соты. Это было когда-то давно, и у топлива есть такой показатель. Кстати, вот многие знают, что есть зимнее дизельное топливо, а есть зимний бензин. Про это мало кто знает. Есть такой параметр давления насыщенных паров. Это именно то, насколько легко бензин будет, фракции бензина будут воспламеняться. И у 95-го, 98-го сотого октана, как правило, это значение выше. И наша практика показывает, что автомобили именно на 95-м, 98-м сотом заводятся гораздо легче, чем на 92-м, кто бы вам что ни говорил. Просто поверьте опыту. И какой бензин заливать? Вот многие видят на лючке 92-й, типа это не рекомендованы. Если у вас здесь написано 95-й октан, это минимально допустимый, который можно заливать, когда нет рекомендовано. Зимой обязательно заливайте, как и летом, рекомендованное топливо. Оно будет легче воспламеняться. Соответственно, 95-й и выше. Будете на 92-м, можно успешно завестись, но это не точно. Кстати, забыл сказать по опыту, когда автомобиль замерзает, и его завести с автозапуска, на 92-м топливе, если оно вам допускается, автомобиль где-то в минус 35 заводится с автозапуска с четвертой попытки, а на 95-м и 98-м заводится с первой, либо со второй. Вот такой вот опыт. Про аккумулятор долго рассказывать не буду. Конечно же, перед холодами его нужно снять, помыть и зарядить. Либо отдать людям, которые в этом разбираются. Но очень важный момент, про который многие забывают. Если у вас короткие поездки, аккумулятор не будет заряжаться от слова совсем. Вы его зарядили, он отдал энергию на запуск, замерз. Пока аккумулятор полностью не отогреется, заряжаться он не будет. И, соответственно, происходит как? Полностью заряженный аккумулятор. Вы ездите день, два, три, неделю в холода, и он в один прекрасный момент перестает отдавать ток, потому что генератор его не может зарядить, он не принимает ток. Поэтому, если либо у вас должны быть длительные поездки, чтобы прогревалась подкапотка, и он брал хотя бы чуть-чуть заряда, либо раз в неделю, раз в месяц, зависит от времени, частоты ваших поездок, аккумулятор нужно подзаряжать. Иначе будет постоянная проблема. Не важно, новый он или не очень. И еще момент, на который, ну, прям большинство вообще не обращает. Случилось так, что аккумулятор высадился, он не завел вашу машину. Прикурили, завелись, помчали на работу, все, бросили. Вечером завелись, приехали, вечером домой бросили. Аккумулятор после его глубокого разряда обязательно нужно взять, отнести в тепло, отогреть и зарядить. Иначе он очень быстро потеряет емкость, и от его 100% емкости останется, ну, сначала 80% после второго разряда, там 60% и так далее. Отогревайте, заряжайте. Подвел на зарядку, подводит регулярно, меняйте. Забыл еще обратить ваше внимание на качественный воздушный фильтр. Если после летнего и пыльного сезона он у вас забит в хлам, меняйте. Это также будет влиять на правильное смеси образования. Но, допустим, автомобиль у вас технически обслужен, исправен, исправен, это важно. Все датчики работают, вы залили хорошее масло, все обслужили, помыли. Первый запуск. Если есть подозрение, что у вас автозапуск не справится, аккумулятор уже такой подсевший, машина долго стояла, как поступаю я. Первонаперво, и это очень важно для автомобилей современных, с прямым впрыском, включить зажигание и накачать топливо. Три раза. Почему три, не спрашивайте, просто поверьте, это уже опытным путем установлено. То есть, если у вас ключ, поворачивайте, ждете, пока пожужжит насос, замолкает, выключаете, и так, соответственно, три раза давление в рампе должно быть максимальным. Вот много вопросов было. Автомобиль с кнопкой, как быть, он же сразу заводится. Нет. Если вы не нажимаете тормоз, просто нажимаете, первый раз на кнопку включается зажигание, вернее, второй раз включается зажигание. Все. Насос накачал, выключили. Приборка потухла, еще раз нажали, включился щиток приборов, насос прогудел, и так три раза. Это важно. Это просто установлено экспериментальным путем, это работает. Непосредственно сам запуск. Очень важный момент. Опять же, если аккумулятор у вас бодрый, свежий, просто заводим автомобиль, и он должен завестись. Если аккумулятор слабенький, масло подзамерзло, либо очень и очень холодно, я делаю следующим образом. Я завожу автомобиль и держу ровно 2, максимум 3 оборота стартером. Выглядит это так. И выключаю. Начал он схватывать, появились вспышки. Неважно. Выключаю зажигание, жду минуту. На ключе понятно. 3 оборота стартера выключили. На кнопке тормоз зажали, кнопку нажали. Двигатель, если сразу не завелся, просто нажмите кнопку выключить. Для чего это нужно делать, это очень важно. Холодное топливо, особенно если у вас 92-й бензин, он не испаряется за минус 30 абсолютно. Ждете минуту, пока у вас форсунки налили топливо в цилиндры, и пусть оно испаряется. Оно должно испариться. Появится хоть какие-то пары, которые потом свечи будут воспламенять. Иначе гарантированно зальете свечи, если у вас не вывезет аккумулятор, если ваши свечи какие-то поддельные, там еще что-то. Все, подождали минуту. Важно. Опять крутите. Если ждете 3 оборота коленвала. Если вообще исправный двигатель, после этого должен завестись практически сразу. Если появились вспышки, неважно, мотор не завелся, опять глушите, ждете минуту. Очень важно понимать, что если вот так вот 3 таких попытки вы делаете, и ваш мотор не подает признаков жизни, с большой долей вероятности вам нужно искать того, кто вас будет прикуривать. Сядет слабенький аккумулятор. Обычно все. Вторая, третья попытка машина заводится. Но обязательно подождите, пока испарится бензин. Крутить по 10 секунд вот это т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Залили свечи, до свидания. Если сделали 3 попытки, как я сказал, и ваш мотор не подает признаков, ну даже каких-то вспышек, да, вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-т, все, не подает. Если вывозит еще аккумулятор, жмете педаль газа в пол и начинаете крутить стартером, пока не появятся вспышки. Это режим продувки цилиндров. То есть, искра подаваться будет, а топливо через форсунки подаваться не будет. Ну, исключение, конечно, карбюраторные двигатели. Педаль в пол на инжекторном автомобиле активирует режим продувки цилиндров. Топливо в цилиндры подаваться не будет, оно будет выкидываться, свечи будут пытаться поджечь то, что есть там. Если после всего этого никаких признаков жизни вспышек мотор не подает, ищите донора, ищите того, кто вас прикурит. На слабом аккумуляторе зальете свечи. И у нас было видео, я оставлю ссылочку в описании, про то, как грамотно прикурить автомобиль. И это для современного автомобиля очень важно. Посмотрите. Никогда не прикуривайте холодный автомобиль. То есть, если донора нашли, накиньте клеммы на аккумулятор, подождите хотя бы 5 минут, пока он возьмет некий ток. В том видео очень подробно процедура действий для безопасной прикуривания автомобиля указана. Ну и в целом, в целом, если вы делаете все то, что я сказал, в общем-то, зимний запуск даже на промороженном автомобиле, который не грелся автозапуском, ну, он не составляет какого-либо труда. Понятно, что в районах там, крайнего севера сейчас люди улыбаются и говорят, да, Артем, мы вообще машины свои не глушим, либо без вебасты. Ну, это все понятно, но вот где-то до минус 30, до минус 37, вот это все позволяет, в общем-то, уверенно заводиться и без прогрева. Главное, рекомендованный бензин, они минимально допустимы. 92-й исключаете. Бодрый аккумулятор и хорошее масло. Подождите 2-3 оборота стартера, проверните 2-3 оборота стартера, сорвите и подождите, пока испарится бензин. После этого запуск будет легкий. А на ПАО и стартером масле еще и безопасно. Все, друзья, пишите, как вы боретесь и заводите свои автомобили холода. Кстати, надо завести, а то сейчас замерзнем. Увидимся, до новых встреч! До новых встреч!